привет какой урок вы сейчас проходите на картах ленорман это карты фей они показывают то чего не видно нам с вами и первые первые две карты это то как вас видят высшие силы вы можете выбрать одну или вторую но я советую обе пересмотреть а потом решить что больше подходит к вам вы почувствуете там где вас волнение там карта больше подходит вам первая или вторая можно выбрать так слева у нас карта сад а справа карта лилия но карта сад говорит о том что вы пытаетесь себя найти в обществе найти свое место в обществе решить кто вы есть и как общество вас поддерживает не поддерживает и так далее и вам нелегко потому что вы не соглашаетесь со многим со многими людьми есть разногласия и вам очень трудно если вы выбрали правую карту это карта лилии здесь новый знакомый или пиковый король карта лилии это страсть вы человек который хочет как каких-то новых приключений в жизни какой-то страсти каких-то увлечений в общем жизни что было больше как говорят more to life потому что у вас очевидно в жизни есть много однообразие или же безысходности когда от вас мало что зависит или вообще ничего не зависит и но это же так не интересно один день похож на другой а вы хотите больше страсти больше интереса больше вдохновения вот такая здесь страстная фея этой лилии ну а здесь такая летящая фея принципе обе карты вдохновения но здесь больше другие люди а здесь вы сами вот так видят вас высшая сила момент просмотра какой урок вы сейчас проходите я буду брать одну слева одну справа и вы будете понимать что будет вас касаться вы с раскладом делаете так как вам удобно чтобы получить помощь слева у нас ваш вы вышли это карта госпожи справа аисты урок на семью пожалуй обе карты сказали урок на семью как устоять выдержать в семье когда есть разногласия на с партнером например или же не хватает средств может быть у кого-то у кого-то есть страх что будет дальше мир хаотичный он разрушен он развалился на мелкие части и кто этого не хочет видеть но тут пребывает в каком-то сне да вот вам нужно уцелеть вы боитесь вы думаете о своих детях как они будут жить в этом мире таком опасном мире и таком несправедливом мире таком страшном мире в который сейчас вот он показал себя это было все но этого не было видно а сейчас по поступкам стало видно кто из кто это очень очень страшно так следующие две карты выбираем слева и справа или же обе смотрим урок вы сейчас проходите знаете луна то и есть уроки это личные уроки перемены у вас будут сильные перемены вы к ним не готовы вот вы с одной стороны как бы и застой вам не нравится но с другой стороны вы хотите каких-то переменках в кино в жизни не так жизнь она совершенно по другому идет жизни все сложнее в жизни все дольше в жизни все на терпение в жизни не не так как кино перемены это личный путь найти личный путь найти себя в этом мире найти свою точку опоры потому что якорь это точку опоры это урок на то чтобы найти свою точку опоры такой урок вы проходите какой еще вы урок проходите смотрите все видео потом поймете что вас касается но не будет длинным левое или правое какой урок вы сейчас проходите это тоже путь но видите у нас и луна и звезды когда в раскладе луна и звезды буквально одна за другой это говорит действительно найти свою звезду найти свой путь а что такое свою звезду 0 жить по своим законам тоже дома у себя в семье но по всеми мы живем по общим законам семьи себя в своей ауре чисто по своим законам ну а в обществе естественно по общим законам общепринятым законам поведения да и карта мужчина она говорит что да в партнерстве себя найти партнерство потому что теперь партнер партнерство это не так как было раньше вам многие страны уже идут дальше следующий этап общество переходит и постепенно многие из русскоговорящих людей не приняли это это общество новое в штыки приняли захотели назад советский союз захотели назад патриархат где где было как было имеем что имеем имели что имели каждый имел свое не было у всех одинаково да хотя уравниловка там коммунизм и так далее что на самом деле эта система себя не оправдала но у каждого было по-своему если еще скажу что у меня было очень плохо вы начнете миг гадости писать потому что у меня было очень плохо и очень многих было очень плохо у некоторых было очень хорошо неважно как было было да прошло до мир идет вперед вот звезды и мужчина это это новое общество где ну где не подавляется по половому признаку человека до патриархат такой где разве женщина значит ну что молчи женщина там и так далее это было везде по миру вот здесь в канаде где живут поколение моей матери так у них там было если женщина так ты или медсестра или учительница ну теперь уже вот следующее поколение полностью другое полностью по-другому и у ну еще конечно нет ничего идеального миши да но уже диаметрально по-другому по-новому по более человечном я бы сказала но вот это ваш урок как вы хотите где вы себя нашли в какой точке земли вот как астрология какой точке земли вы сейчас что это за . что-то за общество такое патриархат ли это или или новое модерное общество или же еще какое-то общество где вы себя нашли как а как ваше ваше правительство как вы урок проходите урок на не только на выживание но урок тоже она какую-то осознанную гражданскую позицию я бы сказал да здесь потому что мужчина и звезды мужчин это гражданская позиция типа как принято было во время во времена ленорманда теперь же ленорман они тоже они же живые это живые свидетели это живая духовность так что карта мужчин или карта император второго же совершенно по новым понимается в новых реалиях слева или справа какой урок вы сейчас проходите коса и дом многих понятие дома но же очень растяжимое сейчас что для вас дом что для вас общество в котором вы живете что для вас ваше государство что-то для вас она вас поддерживает или или вы его боитесь или или еще как-то где вы где вы сейчас в основном я уже не раз говорила что в основном все мои слушатели это люди со всего мира теперь уже очень поменялась демографии конечно расклады другие соответственно этому большая часть моих слушатели это иммигранты такие такие большая часть так что где вы живете в каком в какой части общества лишь и как это общество вас поддерживает или нет вы его поддерживаете ли не тоже же важно куда вы контрибьют куда куда ваша энергия направлена вы это обществом помогаете ему быть лучше или же или же наоборот мешаете его критикуете но вот что что вы теперь здесь давайте посмотрим слева и справа но то духе рода однозначно что когда выходит крест и гроб это духе рода духе рода здесь выходят на связь и четко говорят какой урок вы проходите урок на тяжелый крест и урок на страх сейчас практически все надо если земля это как планета нашей коса это опасное положение теперь планете на то сейчас все мы проходим урок вот на тяжелый крест и на страх и на страх у меня пишут я не знаю наверно боты приходят но вот я не верю что мои слушатели могут такое писать как вот в последнее время мне пишут скорее всего это не мои слушатели хотя вполне вероятно что мои это ужасно если это так тем не менее имеем что имеем мои дорогие да имеем что имеем так давайте будем смотреть еще какой урок вы сейчас проходите но на тяжелые крест и на страх многие сейчас проходят практически вся земля проходит такой урок мои дорогие итак посмотрим какой урок вы проходите две карты покажут левое право левое и право солнце и птицы но ведь это же совсем другой компот как говорят мы идем все к лучшему миру мы вынесем урок из этого кошмара земля идет лучшему миру где будут лучше законы между государством потому что там такая вещь если к вам в дом где-то у нас карта дома здесь да не буду брать я уже красиво распределила все что в сверху делать вам фото если к вам дом пришел кто-то и говорит он вы метайся теперь это мой дом но вы позвоните в полицию и они привлекут этого человека к ответственности да но к сожалению между странами нет такого нет никаких законов потому что мира не имел тридцать лет не было таких войн чтобы захватить другую территорию чужого государства и мир не имеет никак никаких правовых структур для защиты поэтому мир будет другой после этой войны он конечно будет лучше он будет здоровее он будет светлее он будет мирнее будут законы между странами чтобы неповадно было да это урок вы проходите весь мир на это на на то где вы сейчас вы на стороне света или на стороне тьмы и что для вас свет и тьма это тоже риторические вопросы но не только это материальный вопрос это серьезный вопрос да это злободневный вопрос где вы находитесь и что-то за разговоры теперь идут за солнце за освобождение от тьмы очищение планеты от зла и когда между странами взаимное сотрудничество и взаимное уважение границ и сотрудничество ну потому что если я хочу чтоб мои товары купили и я хочу быть приятным соседом приятным тем кто производит что-то и люблю моих заказчиков но это же нормально правда вот они они критикую гноблю еще хуже ну я уже не говорю что хуже вы сами догадались очевидно мир будет лучше наверняка мир будет лучше шикарный расклад на мой взгляд но будет хорошо все да будет хорошо но какой ценой вот чем вопрос покажу вам расклад сверху он очень говорящий вы можете абсолютно все другое услышать вы хозяин парень что касается вашей ауры внутри вашей ауры внешне конечно есть общепринятые нормы поведения до внутренние вы хозяин барин так что читайте расклад так как вам удобно вот он сверху инфраструктура на унас Продолжение следует...